Всем привет! Я еду в Москву. Сейчас уже на вокзале, в Питере, на московском вокзале. Еду в Москву на двухэтажном поезде. Вот он рядом с мной. В принципе, вот так это выглядит. Народ спускает. У меня номер 9 вагон. Вот это мой вагон. Просто, а здесь я увидел ресторан. Здесь даже ресторан двухэтажный, короче. Ладно, я сейчас буду садиться уже в поезд и еще, может, поснимаю изнутри. Сейчас я уже в поезде и за 2 утра я уже приеду. Я буду в Москве, короче. Буду гулять, буду смотреть, что там интересного. Буду показывать, потому что в Москве я бываю довольно-таки редкой. Вагончик интересный, двухэтажный. Вот, посмотрите на купе. Вот, как оно выглядит. Да. Вот, в принципе, ну, обычное купе. То есть, вот мое верхнее место. Метод. Ну, вот, покушать немного. И само. Ну, в принципе, само купешка обычное. То есть, ничего такого. То есть, вот там место для сумок есть. Эти самые стандартные полочки для вещей. Мне очень понравилось, что есть лампочки с двух сторон. Прикольно, в принципе. Упакована верхняя полка таким образом. То есть, подушка нижнего человека и подушка верхнего человека. И одеялка. Но одеялка еще и снизу у всех, кто укрывается. Я не знаю, кстати, там надо заправлять, не заправлять. Я еду вверху. Мне, в принципе, проще в этом плане. Здесь вот для радио есть. Можно это самое улучшать. Ну, увеличивать громкость или уменьшать громкость. Здесь обозначен этот самый громкоговоритель. Ну, типа, да, сигнализация, я так понимаю. Вот. Потом для этих самых... Для второэтажников есть. Это самые ступеньки обычные. То есть, стандартная тема, да? А еще, кстати, есть на второй полке, на втором этаже, вот эти поручни. Так что, потом тоже я поставлю себе, чтобы не упасть ночью. Тут включатели. Я не знаю, что такое. А еще тема такая, что у каждого пассажира есть вот такая карточка. Вода, видно. По ней вы можете входить и выходить. А, и скупая. То есть, она закрывается чисто автоматически и открывается дверь только по карте. Кстати, у меня место 88-ое. И из четырех карточек, которые должны быть, у моей карточки не было. Беда. Но, не знаю, мне может проводник принесет новую, либо я возьму, буду пользоваться чей-нибудь. Теперь давайте пройдемся по вагону. Ага. Вот, короче. Вагон. Это второй этаж. Вот. Самое. Вот такое зеркальце, которое видно. Там человек, который идет. Вот я. Привет. Вот. Это самый нижний этаж. Можно спуститься в нижний этаж. И вот он первый этаж. Здесь три туалета находятся. А здесь, эта самая дверь между вагонами. Открывается по нажатию на кнопку. Оф, и я уже, получается, в следующем угоне. Прикольно. Только где открывается дверь, видите, тоже с помощью приклонных клавиш, но они должны гореть. Посидима, когда поезд движения, но он не горит. Ладно, я возвращаюсь обратно в свою руку. И туалет гоним. Вот. В принципе, туалет тоже комфортный. В принципе, есть тарковина, мыло, вода, туалет. Те самые салфетки. Мне что-то нравится, что есть салфетки для рук. И все, в принципе, очень удобно сделано. Даже... А, и даже салфетки для этого самого дезинфикации сиденья и унитаза для дезинфекции. Блин, слова даже не выговорить. А розетки есть? Так, короче, все круто. Круто. Ладно, я пошел. Номер. Я в Москве. Я приехал. Я сейчас приехал на станцию Сокол. Здесь живут мои друзья. Будут жить у них. Сейчас буду понимать, как добраться. В Москве еще творится жесть. Снег пошел. Притом такой густой, смотрите. Вообще очень густой снег. Ладно, сейчас... Москва, Москва. Белокаменная, друзья. Сейчас будем разбираться, как мне идти. Да, ребят. Я вроде понимаю, как идти. Так что у меня есть три дня. В Москве. И надеюсь, все будет очень круто и интересно. А, блин. На меня снег падает. Я не знаю. Мне камера еще жалко. Беда, это снег в лицо. Снег вообще просто везде. Охренеть. Москва. И тут началась зима на 7 марта. Это Юля. Вот я приехал к ней в гости. В принципе. Она будет с мной тусить три дня. И я с ней тусить. То есть мы там с другими ребятами тоже будем. Но пока мы вдвоем. Может дальше к нам кто-нибудь присоединиться. Аня может присоединиться позже. Не знаю. Да. Но пока мы так. Вот мы сейчас вышли на театральное станции метро. Это самый-самый центр Москвы. Тут недалеко Красная площадь. А впереди у нас Большой театр. Как я сказал, Юля. То есть вот он, Большой театр. Вот. Короче, сейчас мы сделаем здесь Большой кружочек. И просто так регуляться. Справа гостиница Метрополь. А это блюдая гостиница? Да. И у нее, кажется, есть какая-то фишка с фасадом связанная. Аня, когда была на прошлой неделе на экскурсии, ему рассказывали, что фасад этой гостиницы был предложен Таллину в двух вариантах. И он поставил подпись на середине между ними. И все боялись спросить, какой именно фасад он был. И поэтому они сделали фасаду разную. Но на самом деле, я как лучший гид не уверена, что это рассказывал именно про эту гостиницу. Поэтому надо будет у нее уточнить. Так, здесь у нас памятник. Да, это Карл Маркс. Так что знакомьтесь, представляю я вам Карла. И он Маркс. Вот. Мы с ним долго не будем просить. Просто памятник. О, мне нравится. Здесь у вас электронное табло. Вот в Питере такого не хватает. Ну серьезно, мне вот... Вот это было бы нововведение в Питере номер один, мне кажется, для автобусов, для всего этого. Подошел, посмотрел, нужен автобус. Вообще крутят. Я очень радовался такому купильности. У них есть кто-нибудь везде, но на каждом там все равно встречаются частенько. Мне вообще-то нравится, какие вот системы. И самое удивительное, это что они работали. А, по крайней мере, я пару раз тогда ездила и смотрела время до прибытия своего автобуса. Оно совпадало с действительно временем до его прибытия. А они сама рекомендируют время про пробку. Там же все, наверное, где-то века все полное. Скорее всего. Да? Да. 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 Да, здесь у нас справа Государственная дума. Потому что... Потому что... Ладно, я не знаю, что сказать. Потому что у меня... Из государства... Так что помидоры гнилые кидать сюда. Да, кстати, можно сюда гнилые помидоры, яйца, куклы. Короче, приходите с всеми своими овощной базой, которая у вас уже на выброс идет. Ой, сюда в свадьбу. О, да. И свадьба. Зимой свадьба. И невеста, опять, в таком легком ряде. На лексусе. Возле Государственной думы. Идет свадьба. Перед не манежка, я свою решу. Что такое манежка? Конечно, власть. Чем она хороша? Она красивая. А, самая манежка, да? А, все, я даже понял, где мы находимся. Вот это место я знаю. Вот, смотрите. Это у нас уже подход к самой Красной площади. Вот там Красная площадь. Вот здесь, кстати, прямо вот там, я просто думал, что мужик едет на меня, а он подумал, что я на него показываю. Вот. Но здесь просто... Там, где народ тусит перед входами в арк, есть самый-самый центр Москвы, типа, круг стоит. И там народ вроде что-то монетку кидает, да? Да, да, желание. Да. Но... Как-то здесь так все выглядит. Здесь впереди у нас Кремль. А это что такое? Это музей? А, это исторический музей. А Мнежная площадь это, типа, торговый центр такой, что ли? Нет. Торговый центр работает наряду, Мнежная площадь это вот то, что над ним. Все это. А, ну понял я. Что-то просто народу так, особо никто не гуляет там, поэтому как-то так пустенько там. А там чуть проводятся какие-то мероприятия на площади? Или это просто... Как парковая зона больше? Скорее, да, тут просто сидят. Пиво пьют, я помню. А вот там внизу, под Манежкой Александровский садоч. Там уже парковая зона. Да, я здесь помню, здесь тут длинная такая, типа, аллея. Да, да, это Александровский садоч. А, вот она. Вечный огонь и караул. Вечный огонь и караул. Сейчас подойдем, посмотрим на парней, которые стоят тут, долго очень стоят. Это из этой же рекламы Дима по машинаме ручкой. Они здесь, или они не здесь в печале? Я сейчас вспоминаю, здесь, это рекламы Дима по машинаме ручкой. Или рукой, там, что-то, типа, машинаме вроде. Я точно не помню, но ты точно помню, что был Дима, и нам его надо махать. Да, вот тут закона. Вот. Вечный огонь. Ребята стоят на службе. Порой, там, не знаю, это гвоздики, наверное, лежат. Да, вроде как гвоздики. Как ты думаешь, караульные ненавидят весь мир? Я бы ненавидел. Я бы на месте еще бы просто там можно, знаешь, сделать фотку и сверху такое облачко прорисовывать, и все мысли их... Ты что, не думаешь? Да. Ну, а может быть, у них нет мыслей? Думаешь, они тренированы на отсутствие мыслей? Я бы не удивилась. Я бы просто там, не кажется, мат-перемат там стоит. Может, они медитируют? А может, они, наверное, наслаждаются в популярности? Может, они, типа, да, я такой, смотрите, да, я вам сейчас вообще... У них на лице написано, да. Что они наслаждаются популярностью. Да. Это мост, типа, ход в... Как пишешь, в... Государственный Кремлевский дворец. Ну, Государственный Кремлевский дворец. Вот это... Так, я не запомню все равно. Надеюсь... О, блин, так ужасно случилось. Почему? Ну, в плане нескладно и очень сложно запомнить. Я уже забыл. А, Государственный Кремлевский дворец. Давай еще диктую. Государственный Кремлевский дворец. Отлично. Мы на Красной площади. Профилу. То есть, лицу Арку, в принципе, вы видели немного ее раньше. Вот. Переди нас Мавзолей и есть сама площадь. А здесь еще есть Гумкаток. Там, наверное, он с некой очереди, он в Гумкаток. Видимо, очень популярное место. А перед нами Красная площадь. О-ля-ля. Да, там Ленин лежит. Я даже чувствую, что он там подмигивает вам, улыбается и машет. Он ждет вас в гости, так что будете в Москве. Ты был? Да, я проходил рядом с Ленин. Да, давно-давно. Тоже в те далекие годы, когда я еще был в Москве. Так что, здесь народу, в принципе, народу нормально. Я думаю, он даже может больше будет. Здесь даже толпа, наверное, больше из-за катка складывается, нежели чем туристическая такая. Да, вот мы проходим рядом с Лениным. То есть, почувствуете, что Ленин от вас находится буквально где-то в метрах, наверное, 30-40. То есть, он где-то там лежит, разоборционированный, отдыхает. После долгой жизни. Он счастливый. Да, он счастливый очень. Здесь такой маленький этот самый. Детский уголок. Не, я сказал детский кружок. Хорошо. Но уголок это очень плохо. Сматер. Отдыхают. Отдыхают. У меня там штрюковка или брусничка вроде. Это штрюковка или брусничка. Нет, я думаю, там у меня кошка такая. Похоже на крюковку. Что такие вербилки? Да, наверное, вербилки. Мне понравилось название вербилки. Это, наверное, какое-то место, типа, из вербилок. Может, там береста, а там жестово. О, это совсем жестово, наверное. Придем? Что там жестового такого? А, может, да, жестово, типа. А у нас вообще, потому что, жестово. Жестово. Очень-очень забавно назвали. Но, в принципе, по сути, это самые жестовые матрешки. Неужели там еще одна будет? Вау! Будем дальше разбирать. Я слишком громко, походу, сказал. Вау! Что вы видите, начали вау? Да ладно, она фиолетовая. Смотри, какая она классная. У нее сейчас вау будет, как у индийской девушки, короче, точка. Это индийская матрешка, походу. Может, тут вообще разные национальности. Мне интересно, какая самая маманья. Вот, смотри, здесь тоже с точкой. По-любому, это индийская. Она еще какая-то такая, знаешь, типа, кудряшками. Она еще, как младенец, короче, любит. Малышка. Хорошая. С кудряшками. 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 Ну, заказали по борщу, закуски, я там салат заказала. Вот, у меня салат называется сухарничек. Вот такой. У Юли. Что у тебя рулеты с чем? Рулеты с сыром и орехами. Включи, это баклажаны, сыр, орех и все это зажаренное. Такой вот у нас хлебушек. Дали еще какую-то эту самую пасту какую-то, не знаю, что это такое. Ну, мне кажется, что там сало с какими-то специями. А давай пробуем? Сейчас попробуем. Давай, ну это надо застать. Давай. Давай просто чешечки. Я сейчас попробую. Да, это. Да, это. Здесь вот сало, специями, как ты сказала. Я не знаю, что это такое, но это реально сало. Короче, всем вам приятного аппетита. Да, и пожелать приятного аппетита. Так что да, мы начинаем. Пушите с нами. Давай пробуем. Пакета готова. Оп, оп. Оп, оп, оп. Ну и короче, он куда-то туда выйдет. Жестокая штука.